Сестры, посмотрите на девиз буклеты «Европа и Азия для Христа». Он звучит следующим образом. «Привести одного, не потерять никого, сделать учениками всех». Я много думал об этих словах, которые предполагают большую работу для всех общин, для каждого брата и сестры, которые говорят о том, что мы можем служить для Господа, мы можем служить для церквей, мы можем служить для общества гораздо больше, нежели как мы служим сейчас. И эти слова касаются каждого из нас. «Привести одного, не потерять никого, сделать учениками всех». В послании к римлянам, в 12 главе 5 тексте, апостол Павел говорит, «Мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члена». Тело Христово одно, а членов тела, членов церкви много. И при этом каждый из нас имеет особенную ценность в глазах Бога, «И каждому из нас Бог дает дар и благодать для служения». Апостол Павел в послании к Ефесиным, в 4 главе, в 7 и 12 стихах, так говорит об этом. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». Благодать для чего и дары даются нам? «К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Словом «служение» мы переводим с вами греческое слово «диаконос». Это слово буквально означает «тот, кто служит». Это слово не обозначает статус человека. Это слово не обозначает или не наделяет человека каким-то особенным титулом. Это слово обозначает функцию, которую исполняет человек для того, чтобы оказать другому какую-то услугу, в чем-то помочь другому, в чем-то поучаствовать в жизни другого человека в разных обстоятельствах для разных людей. И все это делаем мы во имя Иисуса. Слово «служение» можно сказать имеет расширенный контекст, касается каждого человека, верующего в Иисуса Христа. И имеет суженный контекст, когда оно касается деканов и деканец. Но мы не должны с вами думать о том, что оно касается только деканов и деканец, что только они специфически служат в церкви. Слово «служение» касается каждого из нас, каждого верующего. Именно служение, вовлечение каждого из нас помогает нам поддерживать в общине ровную духовную атмосферу. Потому что, когда нет служения, когда нет нас вовлеченности в это служение, в церкви возникают периодически различные перекосы. Как правило, два таких основных. Первый перекос, когда кого-то из членов церкви может скашивать в сторону личной незначительности. Человек начинает воспринимать себя уничижительно. Он начинает думать о себе как о бесперспективном, бесполезном служении, как о балласте в церковном сообществе. Мы сравниваем себя, свое место в церкви с братьями и сестрами, с их служением. И мы можем про себя думать. Раз я не пастор, раз я не пресвитер, раз я не руководитель какого-то отдела, ни дьякон, ни дьяканица, еще кто-либо. Значит, я не в обойме служения. Значит, я так сбоку припега. Значит, я ничего не могу сделать в церкви полезного. Но апостол Павел, зная, что мы подчас склонны так о себе думать, и нас может перекашивать в эту сторону, задает вот таким братьям и сестрам конкретные вопросы. В первом послании к Коринфянам, в 12 главе, 15 и 16 стихи, там он спрашивает, «Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то есть не пастор, не пресвитер, не руководитель отдела, еще кто-либо, то неужели она потому не принадлежит к телу и ничего сделать не может? И если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу, что оно не глаз? Павел говорит, это абсурдно, и так не должно быть. Это один перекос. С другой стороны, мы склонны впадать в другую крайность. В какой-то момент, обычно на волне, может быть, какого-то временного духовного успеха, успеха в служении, посвящении служению, мы можем воспринимать себя как исключительных верующих, в отличие от всех других в церкви, и с чувства превосходства над другими людьми рассматривать себя в церкви. И здесь, в той же самой 12 главе первого послания к Коринфянам, в 21 стихе, апостол Павел говорит уже об этом перекосе. Он говорит, не может глаз сказать руке, ты мне не надобна, или так же голова ногам, вы мне не нужны. То есть не может кто-то себя в церкви воспринимать превосходнее и выше, нежели другой брат или сестра. Все должны быть христовые дети и воспринимать себя равными, потому что Христос нас всех любит и принял одинаково. И мы для Него все одинаково любимы. В Новом Завете упоминается более 20 даров Святого Духа. Казалось бы, 20 даров – это не так много по сравнению с той задачей общемирового уровня, которую ставит Христос перед церковью. Но надо сказать, что каждый из этих 20 даров Святого Духа имеет особенность быть разнообразным, обретать разные вариации, адаптироваться под разные обстоятельства, трансформироваться там, каким он должен быть для того служения, которое совершает кто-то из нас в церкви. Все зависит от того, каким людям, в каком месте на данный момент мы служим. Бог намеренно так мудро это предвидел и предусмотрел. Поэтому даров может быть и 20, но эти дары настолько универсальны и настолько адаптивны, и настолько приспособляемы под нужды общества человеческого на земле, что их достаточно, на самом деле, недостаточно порой нашего желания, правда же, эти дары применять для служения людям. Для того, чтобы вот эти 20 даров Святого Духа проявлялись во всей полноте, нам необходимо, во-первых, искать нужды людей, а во-вторых, стараться удовлетворить эти нужды людей. Ну, это две основные вещи. И самое легкое в этих задачах – это найти нужды людей, найти нужды общества. Это на самом деле самое легкое. Отчасти вот эту задачу упрощает нам буклет, вот этот «Вовлекая всех». В нем 100 различных способов представлено, как мы в обыденной жизни можем быть вовлечены и служить, совершать служение для разных людей при разных обстоятельствах. В этих 100 вариантах показаны всесторонние нужды людей. И мы можем с вами в молитве провести мозговой шторм и увидеть еще больше возможностей для служения. Если напрячься, можно найти не 100, а 1000 возможностей для служения. Но это самое легкое – найти. Это самое легкое – найти. Христианский опыт служения за тысячелетия стал таким огромным, многогранным, что есть откуда взять примеры для того, чтобы совершать что-то на нашей территории. Самое трудное – это быть постоянно готовым к служению, которое подчас необходимо в процессе видоизменять, трансформировать, в чем-то, может быть, жертвовать собою. Самое трудное – это церкви, братьям и сестрам в церкви, быть стабильными, постоянно жертвенными и заточенными на восполнении нужд людей, на служение, а не только на короткий интервал времени провели евангельскую программу, выдохнули и забыли обо всем на какое-то продолжительное время. Самое трудное – это именно жить служением. Не точечно, а вот чтобы оно протекало всегда. В евангельской программе «Европа и Азия для Христа» представлены четыре действия. Вот если мы откроем, мы четыре шага эти вот здесь видим, вот они расписаны и показаны, которые необходимо в своем служении нам практиковать. Первое действие – это наш личный молитвенный круг, люди, о которых мы молимся, о которых мы думаем, которые нам безразличны, которых мы хотим привести в церковь. Второе действие – это наше личное решение поставить конкретные цели самим себе, служить, восполняя нужды вот тех, за кого мы молимся, довести эти поставленные цели до осуществления. Третье действие – предполагает порядок и понимание того, что, зачем и для кого мы делаем, понимание приоритетности, понимание того, что если мы, служа людям, выложимся на сто процентов им и этим загубим, например, свое отношение с ближними или потеряем свой личный род с Богом, это не благоволит такому Богу, Бог, да, вот как бы перекосу. То есть равномерность, мы сейчас об этом тоже будем говорить. Четвертое действие – это учет наших способностей, наших желаний. Что я хочу делать и что я могу делать для того, чтобы наша церковь именно жила служением, а не осуществляла служение фрагментарно. Очень важно в служении избегать сумбура и путаницы. Очень важно служение планировать, развивать его именно с долгосрочной перспективой, потому что именно только постоянство приносит плод и приносит навык нам. То есть навык, умение что-либо делать. Только постоянство приносит плод и навык. Только постоянное служение поддерживает нас в тонусе. Если мы делаем что-то эпизодически, никакого тонуса духовного в нас не будет, никакого духовного развития и обогащения в нас не будет присутствовать. Христиане, надо сказать, это тоже простые смертные люди. Их время не резиновое, их возможности не бесконечны, и их ресурсы тоже склонны истощаться. Поэтому важно нам четко понимать, что нам необходимо развивать прежде всего в себе лично, что нам необходимо развивать в своей семье, что нам необходимо развивать после своей семьи в общине среди нас, братьев и сестер, а уже после своей общины думать о том, что мы можем делать нашей общиной более глобально для этого района или для города. Каждый из нас самостоятельно отвечает за свой интеллектуальный, эмоциональный и общественный рост. В послании Галатам, в 6 главе, в 4-5 стихах, Павел так об этом написал. «Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя. Первое, с чего надо начинать, это с себя. Прежде чем молиться за людей, молитвенный список составлять, подумайте о своей молитвенной жизни». И если она находится в упадничном состоянии, лично мотивируйте себя и делайте шаги для того, чтобы она у вас поднялась. Тогда в молитвенный список у вас и молитва за этих людей будет иметь успех. Если вы не можете всесторонне заботиться о себе самих, о своей вере, о своей надежде, о своей любви, тогда вы будете плохо подготовлены к тому, чтобы служить своей семье. «Успех в личном развитии напрямую связан с первой заповедью любви к Богу». Если любовь к Богу и отношения с Богом у нас отсутствуют в жизни, то мы никак не можем себя обогащать и духовно развивать. Если любви к Иисусу нет, нет и речи о том, что мы сможем всесторонне и успешно сами развиваться, а уж тем более кому-то помогать развиваться. Забота о наших супругах, о наших детях, о наших родителях, о наших родственниках – это наш приоритет в исполнении второй заповеди Иисуса – любви к ближним. В первом послании Тимофея, в пятой главе, в восьмом стихе, написаны четкие и правильные слова-указания. «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Нельзя перескакнуть и служить городу и обществу, и при этом закапывая и хороня свою семью, своих родных и близких. Далее круг расширяется до служения нашим братьям и сестрам, служения в церкви и церкви. Апостол Павел в послании Галатам в шестой главе, десятом стихе, увещевает каждого из нас следующими словами. «И так, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверим». Я, моя семья, моя церковь. Если вот здесь у нас все отлажено на каждом этапе, тогда церковь уже, как собрание верующих, может совершать в единстве намерений качественные, разнообразные служения в своем районе и в своем городе. И Иисус говорит в Евангелии от Иоанна в пятой главе, в восьмом стихе, «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками». А также в Евангелии от Иоанна в пятнадцатой главе, в шестнадцатом тексте, Он говорит, «Не вы Меня избрали, но Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». Приносить плоды и совершать служение таким образом, чтобы эти плоды не портились, и чтобы они пребывали, и пребывали в разных частях нашего района и нашего города, и были благословением для Бога и для Церкви. В связи с актуальностью городского служения, вот этих инициатив, «Европа и Азия для Христа», вовлекая всех, «Служение за стенами молитвенного дома на Нагатинской». Мне хотелось бы привести слова из книги пророка Иеремии, пятая глава, первый стих, заменив там название города Иерусалим названием города Москва. Там написано, Бог говорит Иеремии, «Походите по улицам Москвы и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях ее. Не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины, я пощадил бы Москву», говорит Бог. Вот подумайте над этим текстом в таком контексте. Дома молитесь на протяжении вот этого времени, размышляя вот так вот о нашем городе, о нашем месте пребывания здесь. Хочу вот на какую важную мысль обратить ваше внимание. Наши шаги в служении не должны быть выбором по типу «или-или», ни в коем случае. «Или я, или мои ближние, или мои ближние, или церковь, или церковь, или служение обществу». Служение наше на всех этапах должно предусматривать и включать в себя все альтернативы и все основания для приоритета. Для этого Бог дает нам мудрость, так, чтобы нигде не было перекосов, и мы могли служить и прославлять Бога во всем. Бог дает нам разум, Бог дает нам дары, Бог дает нам свое отеческое благословение, а как всем этим мудро, не в ущерб одного другому распорядиться, это уже та задача, которую мы самостоятельно с вами должны решать ежедневно. Мы не должны, служа, загубить свою семью и не должны, развивая свою семью, забросить церковь и загубить служение. Не «или-или». Давайте несколько слов скажем в отношении того, что касается долгосрочного служения нашей общины в различных направлениях. Апостол Иаков, он очень мудрый человек был к тому времени, когда писал свое послание, и он знал очень хорошо тонкости человеческой природы. Апостол Иаков понимал, что людям свойственно периодически реальность подменять имитации. Нам всем свойственно периодически реальность, настоящее положение вещей подменять картинкой, имитацией, вымыслом. Смотрите, как он говорит об этом в первой главе своего послания в 22-м тексте. «Будьте же исполнителями слова, а не слышите ли только, обманывающие самих себя». Слышители слова думали, что они исполнители слова, и тем самым обманывали самих себя. Апостол Иаков предупреждает их и говорит, «Не обманывайте самих себя, слушайте слово и исполняйте слово». Вы знаете, сегодня распространены всевозможные игровые автоматы, разные симуляторы на компьютерах или специальные устройства. Для этого строят целое казино или игровые центры. Для детей заплату можно привезти, и ребенок где угодно может во что угодно поиграть, получить определенную порцию наслаждения. Ты садишься в кресло, ты надеваешь специальные очки, ты берешь в руки руль или джойстик, впереди тебя, например, дорога, ты мотоциклист, или ты водитель скоростной машины. И вот старт, ты запускаешь эту денежку, она звякнула, набираешь скорость и выжимаешь педаль до упора, у тебя там скорость 200, у тебя там такие виражи, ты несешься, и ты в процессе испытываешь все те чувства, которые испытывает настоящий автомобилист. Если он поедет на такой скорости и будет так крутиться. То есть эмоционально и чувственно человек точно так же как бы во время симуляции, во время игры себя ощущает. Ну и вот игра заканчивается, он снимает с себя очки, отпускает джойстик, встает с кресла, и он просыпается, и он понимает, что это была всего лишь игра, а не поездка. И он понимает, что он абсолютно никакой не водитель, ни на дороге, ничего, никуда не ехал, ничего не преодолел. Он просто денежку свою заплатил и получил порцию удовольствия. Когда игра заканчивается, человек встает и понимает, что он нигде не был и никуда не уезжал. И для нас собрания церкви по субботам могут быть вот таким же имитационным упражнением. Приходя в дом молитвы, мы можем петь, молиться, внимать Слову Божьему, жертвовать денежные приношения, наслужение, распространение Библии и при этом жить в мире духовных фантазий. Мы можем убедить себя в том, что поскольку мы пообщались, поскольку мы здесь, в молитвенном доме, спели псалмы, поскольку мы помолились, значит, мы в самом деле это сделали, послужили Господу. И это может быть самообманом. Иаков это подчеркивает. Вы знаете, как сказал один богослов, я эту цитату приводил на служение во вторник. Сходил в церковь, пришел домой, а в сердце ничего не изменилось. Из-за того, что вы в банк будете ходить каждый день, вы банкиром не станете. Если бы посещение банка делало человека богатым, туда бы без выходных люди бегали. Вот из-за того, что просто в церковь зашел, христианином не станешь. Христианином не станешь. Поэтому будьте именно делателями, братья и сестры, а не просто слушателями слова. Посмотрите буклет «Европа и Азия для Христа». Там есть раздел «Служение, в котором я хочу принимать участие». Четвертый. Это может быть молитвенное служение, это может быть дьяконское служение, многогранное, многоспекторовое, потому что дьяконское служение предполагает служение во всем и везде, где только есть в этом нужда. И это может быть миссионерское служение, служение утешения, увещевания, служение внутри церкви, служение вне церкви. Вы можете служить финансами, вкладывать финансы в те проекты, которые могут делать другие братья и сестры, а не вы, но у которых, в свою очередь, на данный момент нет возможности финансировать эти проекты. Взаимно дополняя друг друга, мы можем служить и прославлять Бога. Кто-то вкладывает в пожертвования финансы, кто-то, в том числе, с помощью финансов совершает служение обществу. Кто-то может проникать в различные социальные кластеры, какие-либо клубы по интересам. Сейчас очень развиты различные кружки интерактивные, и там поддерживать отношения с людьми. Это тоже должен быть навык. Это не каждый человек, верующий во Христа, может мудро и правильно осуществлять. Но кто-то должен и может находиться в тылу и при этом молиться за этого человека, переживать за этого человека, помогать в том, в чем ему необходима помощь. И таким образом они оба делают одно дело. Может быть, на разных полисах. Один внутри церкви, а другой делает снаружи церкви. Томас Райт, богослов, в одной из своих книг сказал следующее. Когда все увидят, что церковь переходит от поклонения Богу, открывшемуся через Иисуса, к реальной работе в мире, которая вносит в жизнь людей самые необходимые перемены, когда всем очевидно, что люди, сидящие за трапезой с Иисусом, встают в первые ряды борцов с голодом и нищетой, когда окружающие понимают, что люди, которые в молитве просят додействовать Дух Божий в нас и через нас, как будто бы обладают какими-то особыми ресурсами любви и терпения при заботе о тех, чья жизнь разбита и искалечена, стала постыдной, тогда возникает естественная ситуация для разговора об Иисусе. Тогда можно пригласить других поучаствовать в поклонении Христу и открыть для себя смысл пребывания в Его среде. Людям будем интересны мы и то, что ценим мы. Их будет влечь это как магнит, как бабочку ночную на свет фонаря ночью. Когда Иисус говорит в Евангелии от Луки в 6 главе 38 тексте «Давайте и дастся вам, ибо какую меру и мерите, такой и отмерится вам», то Он здесь подчеркнул очень важный принцип или очень важный механизм, при помощи которого благословение Божье становится по-настоящему нашим благословением. И там же подчеркивается опасность, когда благословение Божье, которое Бог дает нам, может остановиться и просто утратиться в силу определенных обстоятельств. Божье благословение необходимо для нашего духовного роста и развития и приносит нам лично плод тогда, когда мы постоянно с вами передаем знания об Иисусе другим людям. Вот этот механизм. Ты останавливаешь процесс служения людям, ты закрываешь свои уста, ты закрываешь Библию, которая говорит через тебя о Божьей любви, и в твоем сердце останавливается процесс духовного роста и останавливается при умножении благословений Божьих. Более того, ты можешь утратить и потерять все то, что до этого ты от Бога получил. Каждый раз, когда мы делимся Словом Божьим, оно, как сказано в послании к евреям, давайте прочитаем 4 главу 12 текст, я прочитаю перевод современной международного библейского общества, 4 глава 12 текст, каждый раз, когда мы делимся Словом Божьим, она в первую очередь влияет на нас самих, а потом влияет на другого человека. Так как она влияет? Слово Божье проникает под кожу мне, пронзает сердце, зовет, открывает, обличает и веру творит. Вот такой исцеляющий эффект Слово Божье оказывает и на того, кому мы возвещаем его, и на того, кто возвещает это Слово Божье. Если же мы весь скрываем, если же мы Слово замалчиваем, если же мы им пренебрегаем, значит логично, что Слово Божье не проникает под кожу к нам, не пронзает нам сердце, не зовет нас самих, не открывает нам ничего нового, не обличает нас и веру в нас не творит, и это ужасно. Это ужасно, это деградация верующего человека. И если это на протяжении долгого времени, то не мудрено, что многие из нас ослабевают и кто-то отпадает и теряется. Вы знаете, на рубеже 4-го и 5-го века от Рождества Христова в церкви возникла ересь, которая называлась монофизитство. В 451-м году на Халкидонском Вселенном Соборе ее осудили, эту ересь. В чем ее особенность? Название монофизитства произошло от двух греческих слов «мона» один, «эфизис» природа, то есть единая природа, одна природа, одна природа, да? И монофизиты говорили, что у Христа только божественная природа. Церковь не могла с этим согласиться, поэтому на Халкидонском соборе было зафиксировано такое провозглашение «Христос есть единый и единственный Сын Божий, совершенный в божестве и совершенный в человечестве, истинный Бог и истинный человек». Вот к чему я вспомнил древнюю ересь монофизитства. К тому, что сегодня некоторые верующие неправильно воспринимают служение и благовестие. Мы стали считать, по крайней мере, так со стороны, как бы вот наблюдая, на это похоже, что миссия и служение и благовестие это дело исключительно Бога, а не человека, моно, одного, божества, Бога. Пусть Бог делает, а мы будем наблюдать со стороны. Мы заболели психологическим монофизитством. Ты иди, Боже, в этот город, ты иди, Боже, к этим людям, ты им служи, Господи, ты утешай этих людей, ты наставляй этих людей, Господи, ты ободряй этих людей, а мы будем сидеть у прихода и ждать дохода. И это неправильно, но, к сожалению, часто это с нами случается. Христос закончил свою земную проповедь призывом, идите и научите все народы, а не сидите и смотрите, как я буду идти и учить все народы. Он нас вовлекает в это служение. Делитесь тем, что вы получили по благодати во Христе с другими людьми, потому что это залог того, что вы будете способны продолжать расти каждый день духовно, укрепляться и верить, надеяться и любить Иисуса Христа, Сына Божьего. Елена Вайт в книге «Желание веков» на 370-й странице пишет, «Мы можем давать только то, что сами получили от Христа, а получать мы можем только тогда, когда делимся друг с другом. Продолжая давать, мы продолжаем получать, и чем больше отдаем, тем больше получаем, таким образом мы можем постоянно верить, доверять, получать и отдавать. Вот этот механизм. По-другому никак не работает это, братья и сестры. Поэтому, если мы церковь не поставим на колеса постоянного служения, нас будет хандрить, нас будет жизнь ослаблять, на нас будет этот город секулярно влиять, и мы будем с вами духовно объединяться, а не обогащаться. Поэтому давайте серьезно, сплоченно, дерзновенно отнесемся к программе евангельской Европы и Азии для Христа. Послужим вот в тех евангельских программах, которые будут проходить здесь в молитвенном доме, в тех, которые уже у нас проходят, еженедельно, один раз в две недели, детские клубы, различные тоже мероприятия. Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно, к инициативе, вовлекая всех. Наше добросовестное служение нужно не только Богу и не только тем, кому мы служим, в первую очередь добросовестное служение необходимо нам самим. Как написано в первом послании Тимофею в 3 главе 13 тексте. Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Хорошо служившие приготовляют не те, которые спустя руки, не те, которые махнули на все и ожидают, когда другие что-то сделают, а именно хорошо служившие. Поэтому пусть поможет нам Господь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы обращаемся к Тебе в молитве сейчас, прося Тебя о том, чтобы Ты поддержал наших Господя порой слабеющие руки, чтобы Ты восполнил все то, что несовершенно в человеке Господь и помог нам совершать стабильные служения в церкви, чтобы мы могли дерзать на большее, нежели мы делаем сейчас, чтобы мы могли, Господь, качественно приносить пользу, находить, выявлять нужды окружающих людей и восполнять эти нужды всегда, когда в этом есть необходимость, Господи. И мы просим, дай нам мудрость, чтобы мы таким образом могли жить в этом мире, чтобы и самим духовно расти, чтобы поддерживать наши семьи, наших ближних, чтобы поддерживать наши церкви и чтобы служить этому городу и этому обществу. Сделать это силен только Ты, Господи. Сами мы не способны это осуществить во всей целостности и полноте. Благослови нас, Господь, в том, чтобы у нас был ум Христов, и чтобы мы, Господь, были ревностны до служения, потому что служение ближним, служение Тебе нас самих обогащает и печали нам не приносит. Во имя Христа молитва наша к Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.